Продолжение следует... ...на урок нам приносило окаменелое тело осьминога, вот такого размера, а она ходила в Памирские горы, то есть это было найдено в горах, там в пещере, вот, как тогда можно это объяснить? И причем тело четко видно, как бы, что это тело осьминога, и оно как мумифицировано, понимаете, ну, твердое, но вы лучше понимаете, как это... Нет, я как раз таки не понимаю, как бы, мягкотелое тело не могло, а какой там возраст? Я сам держал их в руках, ну, я не знаю, когда там это, ну, какое море там... Знаете, я так... Ну, а в го... Море, вот там же было море? Ну, море там в милом периоде, может, было, в юрском, я не знаю. Когда Памирские горы были там, эта территория покрыта... Было, она, она показала нам, все, вот мы в руках его держали, было найдено во время куковиити, говорит, осьминога. Это может быть современный... Я все-таки не понимаю до конца, понимаете, мягкотелое тело, значит, не может сохраняться сто миллионов лет. Она, извините, неделю не может сохраниться. Она могла с солью замуфицировать. Ну, да, может, как-то так, что там песок у насыпался, или песчаник порода в пещерке, и вот, она говорит, поэтому она его забрала, что очень удивительно было. Нет, мягкотелый осьминог по определению, вот, есть такая, раздел палеонтологии, самый интересный, тефономия, это вот о ископаемых остатках, когда кашля сохраняется. Не может мягкотелое тело сохраниться, просто по факту. Нет, когда он пошел, он по рукам, по парам, там, там, стукнули, у него щупальца отвалилась. Ну, видите, стукнули, шпукнули, никто не сфотографировал, значит, не было. Ну, было, я держал. Не было, не было. Не было, не было. Не было, не отменивший кусок кальмара, да? А это, извините, это скелет, совершенно верно, это скелетный кусок. А я, насколько понимаю, товарищ говорит о мягкой ткани, которая сразу... Что-что? Я с собой не принес кусок. Вот передайте, пожалуйста, передайте, пожалуйста. Это скелетная часть, скелетная, твердая, очень твердая часть. Это рост. Разве у этих животных есть скелеты? Есть. Это кальмар, да? Это кальмар, да? Вот вы держите в руках. Ну, нет, это кальмар. Это беремене. Что были скелеты? Давайте лучше другой вопрос там осветим. Вот у вас там лежит книга в Майкл Крымоне «Известная история человечества», в которой описаны десятки аномальных находок в древних пластах. Почему вы про это дело молчите? А я не признаю их, так сказать, фактическими находками. Ну, не было. Вы мне опубликуйте в реферированном журнале, что вот такая-то накопка. Тогда можно о чем-то говорить. А сколько было этих самых, что похищали мужей, там, жены, инопланетяне, они там летали. Давайте не будем. Нет, давайте как-нибудь. Сейчас, речь идет о поле находках. Вот лежит книга Майкла Крымона. Ну, покажите, я не успел ее посмотреть. Давайте посмотрим. Конкретная находка. Что нашли? Нет. Давайте сейчас какую-нибудь конкретную находку откроем. Ничего не нашли. Хоть какая-то была фактология, это была бы бомба. Вот конкретная фактология. Хорошо. Вот тот же самый случай. Нашли Латимерию. Сфотографировали, поймали. Все. Факт. А тут это не было вилкой по воде. Не было у меня мобильного телефона, надо зафотографировать. Это было лет 20 назад. Ну, вот, пожалуйста, глава шестая. Среди существования развитой культуры в доисторические времена. Это он. Ну, не существовали развитые культуры в доисторические времена. Значит, вот заголовки читаю только. Ну, заголовки. Я могу тоже заголовком написать. Докембрийская металлическая ваза из Дорчестера, штат Массачусетс. Давайте откроем 104-ю страницу. Давайте. Давайте. Вот, пожалуйста, журнал Scientific American у вас считается прилично? Да. Да. 5 июня 1752 года в журнале Scientific American появилась такая информация по заголовкам реликвии давно ушедших времен. Несколько дней назад в холмистой местности, что в нескольких десятках метров к югу от гостевого дома преподобного господина Холла, жителя Дорчестера, проводились взрывные работы. Мощный взрыв привел к выбросу огромного количества порода. Каменную глыбу некоторые из них свесили нескольких тонн и бросало в разные стороны. Среди обломков был обнаружен металлический сосуд, разорженный взрывом пополам. Сложенные в месте половины составили колоколообразный сосуд 4,5 дюйма высотой, 6,5 дюйма в основании, 2,5 дюйма у горла с стенками площадной примерно 8 метров, по цвету напоминающего цинк или некоторых снег из кула с значительной долей серебра. Выброшенный взрывом, таинственный и чрезвычайно интересный сосуд находился на глубине 15 футов, то есть 4,5 метра. По данным карты района Бостон-Дорчестер, составленной недавно геолого-разведочным управлением США, местная горная порода, ныне именуемая обломочной породой Роуксбери, относится к декембрийской эпохе, то есть ее возраст выше 600 миллионов лет. Вот вам один из фактов, приводимых в этой книге. Ну и как мы его объясним? Нет, ну есть два варианта объяснения, один скептический, другой нескептический. Один вариант объяснения скептический, он означает только то, что кто-то, прилетевший сюда в декембрийское время, оставил здесь вот этот артефакт. Скептическое объяснение, естественно, может гласить, что вот этот артефакт лежал где-то ближе к поверхности в осадочных слоях, и во время взрыва это, сам сказать, его вынесло вместе с этими гулыбами. А что вы считаете доказательством? Здесь, как говорится, можно думать и так, и так. Вот я уже сказал, Латимерия обнаружили, сфотографировали, все, доказательства есть. А как быть шумерами? А шумерами? Ну, у них, во-первых, как это называется, правильный петрофлик, и, ну, эти глинины, эти таблички, рисунки, там. Там реально прослеживаются тоже легенды о Лиде, спустившихся в сердце неба, а бандал. Ну, легенды везде есть. Ну, есть конкретные ресурки, будут у человека с скафандрой, которому еще... Ну, а интерпретировать мы как угодно можем, и скафандрии, и без скафандрии. Нашли спирали вот эти, звонали, я, по-моему, да, или... Ну, черножок по каждому. Или вот металлические трубы, которые были, это сам Найдя, называются там, в Милум. Десятки, на самом деле, находок, да. Находок таких десятки. Лев, я как бы говорю вам, в принципе, не об достаточно обычных вещах, не об инопланетных артефактах, осьминог, там. Еще у нас урок был, и история Санкт-Петербурга, нам тоже преподаватель приносила иглохожего моллюска вот такого размера. Ну, у меня тоже нет фотографии, это как бы ее собственность была. Но это уже наши края, наши края. Это не Памир, не Таджикистан, это уже вот район, как там, Литаринового моря. То есть это то, что я своими руками жал. Понимаете, у меня смысла нет вас охладывать втира втира втира. А то, что даже мягкие сохраняются вот эти, ну, организмы порой бывают. Ну, я не знаю, есть ли в геологии такое понятие консервация, там, не знаю. Замещение, может, минералов. Замещение, теоретически все может быть, но, понимаете, вероятно, что он сразу, понимаете, это какая, понимаете, что потом он еще сохранился, да, то есть он умер, и сразу вот буквально там через минуту он начал замещаться, значит, железом там или чем-то в мягкие ткани. А вот, конечно, отрицаете сохранность каких-либо... Нет, я не отрицаю, мне надо факты. Ну, это может быть... Факты сохранятся, принесите и посмотрим. Теперь это самое, давайте к формуле Дрейка вернемся. Давайте. Это же формула, фактически, гадание ни на чем. Потому что это и формула, так сказать, мы фактически, даже толком, даже первой цифры не знаем. Ну, сейчас немножечко... То есть в этих источниках, говорится, 100 миллиардов звезд. Ну, неважно, это... Других, что 50, а в этих 200. 300, ну, мало ли. То есть разница, это, так сказать, в два раза получается. И все цифры, соответственно, такие же гадательные. 200 миллионов. Затем количество планетных систем, по мере того, как увеличивается наша способность обнаружить эти планеты, их количество растет. И оно, это самое, очень даже может быть, вырастет в ближайшее время на несколько порядков, как только у нас появится более важная наблюдательная... Ну, важна именно доля, скорее, процент. Да, затем... А дальше уже начинается просто сплошной спиритизм и гадание, это самое, на кофейной гуще. Потому что количество планет с разумом, количество планет без разума... Нет, я хотел показать, что единственный пример нашей истории показывает, даже нашей, очень благоприятный, без больших импактов, без изменения светимости Солнца, без вообще, так сказать, последней пары миллионов лет, у нас прошло вообще... У нас прошло, ну, ура, тихо и гладко, это самое. Ну, извиняюсь, в масштабах целого космоса, значит, даже если это самое граничное нашей галактикой, то это... Это уникальный случай, это, скорее всего, уникальный случай, совершенно уникальный случай. Значит, допустим даже, что в масштабах, ты сам сказать, нашей галактики, земная цивилизация уникальна. Но в масштабах всей наблюдаемой Вселенной, один наш конкретный случай, это уже доказывает, что жизнь рядовое явление. Потому что иначе никак быть не может. А я вот... Такое исключение. Не знаю. Пока не высшие формы жизни, это абсолютно уникально. Ну, смотри. Вот. Дальше, это самое, вы говорили про конспермию. То есть, если жизнь откуда-то прилетела в нашу планету, то почему она не могла прилететь с точно таким же успехом на целую кучу других планет? А, она может и прилетела, только к нам ничего не возникло после этого. Если на Марсе была биосфера, как вы говорили, это самое. Это целых два случая, это самое в нашей сумочной системе. Гипотетическая биосфера. Значит, далее, в вашей статье, которую я изволил полистать, находятся сведения о том, что оказывается целый ряд наших ученых утверждают, что в углистых хондритах, метеоритах, которые падают на нашу Землю, находятся останки примитивных организмов. Да. Если такое мнение, оно на полном серьезе высказывается, и более того, оно сейчас поддержано в очень значительной степени. Ну, оно не очень поддержано. И в реферировании в журнале содержится. Я помню еще статью в журнале «Геохимия» за 1997 год, где впервые об этом деле было объявлено. То, соответственно, уже это пределы распространения жизни как минимум на три планеты. Это Розанов, да, там написал? Розанов, Жмур и еще, это, так сказать, кто-то, не помню уже, журнал «Геохимия» за 1997 год. Значит, там были микрофотографии и все прочее вот этой вот жизни. То есть, фактически, тот же самый Розанов недавно написал книгу под названием «История взорвавшейся планеты». Это другой Розанов, по-моему. Другой Розанов, может быть, другой Розанов, но он тоже ссылается на вот эти микрофотографии. Значит, то есть уже как минимум три планеты в одной Солнечной системе, где когда-то вот была жизнь, а у нас и есть и сейчас. Если такая распространенная жизнь в нашей Солнечной системе, то в других, соответственно, эксерпулировая, может быть, этой жизни может быть больше, чем нужно. Да, но эксерпулировать надо осторожно. У нас уникальная звезда, которая не взрывается, которая светит, ну там, плюс два-два-три процента. Ну, таких звезд земного типа, то самое, как минимум 10%. Нет, нет, нет. Звезд типа желтой или красной карты, то самое, их как минимум 10%. Не меняющейся светимостью нет. Гораздо не очень нет. Согласен. Глеб, скажите, вот это вот, ну вот, вы сейчас про звезды говорите, а может, например, расстояние между планетой и звездой компенсировать, например, недостаточность, ну, мощности звезды. Земля-то находится сколько, 150 миллионов километров. А предположим, что земля, планета примерно, даже возьмем неземного типа, марсианского типа, у более слабой звезды вращается, но на орбите более близкой к этой звезде. Чуть-чуть, я вас не очень понимаю. Я же сказал, для каждой звезды это своя собственная зона пропорции к светимости. Я не понял. Зона жизни. Зона жизни, да. Для каждой звезды она своя. Значит, может, раз своя зона жизни, значит, она там может развиваться. Ну, да, и такие даже твердые планеты обнаружены, но пока доказательств сочетания жизни на них нет. Ну, а расстояния такие до этих планет? Они вполне входят в зону обитаемости. Нет, в зону обитаемости есть такие планеты. Входят в зону Золотовласки, это самое, так называемая обитаемая зона. Но доля таких планет, но твердых, у звезд, которые там, может быть, благоприятно называют, это даже не один процент, это какие-то там тысячечные явно доли процентов. Сотые, тысячные. А вы можете количественно назвать, сколько сейчас каменных планет обнаружено, которых... Сейчас, ну, я вот говорил в своем выступлении, порядка вот в зоне жизни, у таких более-менее, по-моему, все-таки это имеется в виду стабильные звезды, хотя, может быть, до конца даже этот вопрос я вам не скажу. Значит, вот Кеплер обнаружил несколько таких, по-моему, там, 3-7, ну, не больше 10, по-моему. Это пока, только еще начали. Это пока, только начали, да? Ну, теперь давайте посмотрим, какой доли из них будет реально развиваться там жизнь. Опять-таки, там, 1% из какой-то такой выборки, из таких планет. В Глазе, наверное, сразу попадает. То есть, это там, из десятков миллионов, грубо говоря, звезд на одной только может развиваться жизнь. Ну, я скептик, и у меня такие вот соотношения очень скептические. Вот, а я вот не скептик, это самое, поскольку у нас существует феномен НЛО, который до сих пор так и не объяснен. Отказываться от идеи внеземного посещения, так сказать, все-таки пока еще рановато. Рановато, но, видите, мы же видим, что ничего сохраниться не может, а если это сохраняется, если это, вот то, что вы говорите, это реальные вещи, то их хрежет. Сохраняется прекрасно. Да, хорошо, если представить, что это реальные вещи, наоборот, экспорируем, да? Значит, посещение было, там, все время посещали, посещение были даже не сотни тысяч, а миллионы постоянно, потому что сохраняется там одна из, если это до Кембрии, там уже другие соотношения. Значит, этих масс должно было быть там миллиард, дословно миллиард. И она, вот, сохраняется. Нашли только одну. Значит, должно быть тишить инопланетянами, значит, так сказать, все время, да? Оно и тишит, если верить, так сказать, количеству сообщений. То есть, даже с учетом того, что 95-98% всех сообщений об НЛО объясняется, то даже если 1% остался, то это уже миллиона. Ну, хорошо. А, допустим, косвенные какие-то. Сейчас вот были работы очень интересные. Значит, какие-то объекты, вот, аномальных метеороидов мы не обнаруживаем. Не солнечные, а в аномальных смысле какого-то вот вещества, да? Если Земля, да? Зато обнаруживаем те самые тела с аномальными траекториями, которые могут быть совершенно не случайными. Значит, в журнале-обсерваторе, помнится, была дискуссия по поводу метеороида 1991 ВГ, который назвали, даже назвали первым настоящим НЛО, то самое. А что там было? Значит, чрезвычайно необычная траектория, чрезвычайно необычная форма и еще целый ряд аномальностей. Нет, а что конкретно там было? Что произошло там? Ничего не произошло. Обнаружили вот этот метеороид. Нет, в атмосфере уже? Нет, не в атмосфере, в космическом пространстве. Так что, ты понимал, баллистические там какие-то эти самые маневры? Нет, маневров он никаких не совершал, но был выведен, возможно, кем-то на орбиту, которая позволяла ему практически следовать за Землей. И если бы кто-то хотел бы наблюдать за Землей издалека, то он, возможно, воспользоваться бы именно этой орбитой. Нет, я не согласен. Сколько угодно, у волшебников, вы послушайте, сколько угодно таких тел, троянцев, там, мезотроянцев. Да, тел много, но тел, в которых одновременно четыре фактора аномальности, значит, аномальность по траектории, по орбите, аномальность по светимости, аномальность по форме, возможно, аномальность по составу. Ну, значит... А может, это ступень ракетоносителя какого-нибудь обморона? Нет, далеко слишком. Далеко? Ну, мы не знаем, потому что он достаточно большой для этого. Достаточно большой, это, собственно, десятки метров. А, ну, значит, мы не говорим. Вот это тело, которое в журнале-обсорветоре назвали первым настоящим НЛО, ну, естественно, в кавычках, но уже сам факт, что слово НЛО прозвучало в астрономическом журнале, он уже это самое заслуживает внимания. Так что отсутствие всевозможных тел в Солнечной системе, аномальных, это только, как говорится, пока еще не доказано, и как минимум один кандидат в подобного рода тела, это, сам сказать, уже есть, если что. Ну, тут я все-таки не соглашусь, я достаточно скептик. Значит, все эти случаи надо доказать. Вот Латимерия, пожалуйста. Безусловно надо. Вот Латимерия нашли, кинулись, дали, значит, объявления там рыбакам, поймали, все, есть. Вот Латимерия. Безусловно надо, но вот только не надо, вот говоришь, что ничего нету, так сказать. Надо говорить, пока мы не знаем. Вы докажите, докажите. Пока мы не знаем, надо доказать. А как здесь с фотографиями, вот, последний китайский лунноход, как нефритовый заяц на Луне, вот он недавно, Софим, опубликовал фотографии, они были проверены на подлинность, и вот на одной из фотографий, реально он заснял конкретно ровный прямоугольник, то есть какое-то строение прямоугольной формы. Потом он сломался и до туда не доехал. Вот как с этим быть? То есть это было не в зоне высадки Аполлонов, не в зоне высадки, ну, вот этих советских лунноходов, но фотография есть. Вот вы можете ее... Ну, надо посмотреть, я ничего не слышал. Я, ну, я, может быть, не компетентен, не так следил за этим, значит, лунноходом китайским, но вы как-то подивите, где это опубликовалось, где вы слышали? А в Гугле можно найти... Нет, в Гугле, вы знаете, вот в Гугле можно найти чертей зеленых, поэтому это... В Яндексе тоже там всяких чертей, леших тоже... Вот поэтому я не знаю, говорить о том, о чем в свое время обсуждалось на полном серьезе в научном журнале. А вот если взять, например, журнал Nature, за 1986 год, у меня все вырезки оттуда сохранились, то там на полном серьезе обсуждалось обнаружение это самое микрочипа, микроматрицы, это самое внутри клетки совершенно случайно обнаруженного, то есть на уровне совершенно недостижимого для земной цивилизации. В смысле клетки живой? Я не понял. Живой клетки, значит, во время гистологических исследований совершенно случайно, когда брали образцы клеточного материала, рассматривали под микроскопом электронным, это дело, и обнаружили эту самую кристаллическую матрицу искусственного происхождения внутри клетки. Вот эти микрофотографии были опубликованы в журнале Nature. И на полном серьезе там обсуждались, наверное, номеров шесть подряд, потому что сама подлинность вот этой находки, она не подлежала ровным счетам никакому сомнению. А вот с объяснением было сложно. Ну, вот этого, тут я не слышал про этот, про этот случай. Сколько говорили про снежных людей, человеков? Про снежных людей не надо, так сказать. Вот давайте то, что обсуждается в научных журналах, так сказать, на полном серьезе. А снежные, они есть. Вот журнал Nature, так сказать. Самый компетентный, самый лицензируемый научный журнал в мире, где никогда в жизни никакая ерунда, так сказать, не печатается. И тем не менее, вот если интересует, то полные архивы этого журнала есть в интернете. Можно, так сказать, посмотреть все статьи об этой загадочной кристаллической матрице. То есть фактически это нанотехнологии еще до момента, когда самого слова нанотехнологии еще в привычном словаре нашем не было. Нет, я все-таки скептик. Надо наблюдать, доказывать, фотографировать, записывать. Вот единственное, снежный человек, там есть какая-то запись, видео, да, в Калифорнии или как-то. Паттерсон. Да, да, да. Ну, вот это вот, о чем говорить. А вот эти самые тарелки, лешие, там, черти. Если есть о чем говорится, то я должен сказать, что совсем недавно ученые нашли оригинал кинопленки Паттерсона. И? Кино, не видео. Ленту. Значит, подвергли ее всевозможному анализу с целью рассчитать, какого роста было это существо. То есть мог ли его изображать человек в костюме или нет. Значит, выяснилось, что рост его существа больше двух метров. То есть человек в костюме, то самое, так вот изображать не мог, хотя бы по размерам. Вот так вот ловко через этот бурелом, то самое, так сказать, прыгать. Даже если он ходульбы какие-то одел, то самое, и не знаю, там какой-нибудь качка нашли совершенно немереного, для человека, то самое, подобного рода размеры не достижимо. Слушайте, Михаил, найдите, выследите, убейте его, и посмотрим, все, тут проблемы нет. Убивали не раз. А где тело-то? Тело дайте убивали. Кто кого-то убьет еще. Во время войны были случаи. Во время войны, перед войной Латимерию поймали, предъявили, все, доказали. Причем специально вызывали врача военного, чтобы он посмотрел убитое существо. Врач посмотрел, описал целую кучу анатомических подробностей. А как сохранить, когда кругом боевые действия? Ну, записал, ну, зарисовал. А в Южной Африке тоже уже почти близко есть. С позиции, скажем, ортодокно-официальной, а геологии тогда объясните наличие таких объектов, как Потомский кратер, пирамиды в Антарктиде, шары на островах, новая земля, или земля Франца Иосифа, я вот не помню. Есть ли такое материалистическое группу? Абсолютно. Значит, начиная с конца. Шары – это естественные значит, сферы, которые даже, по-моему, не биогенные. Было совершенно анекдотичное сообщение. Значит, где-то то ли в Чечне, то ли что-то ожидается, значит, вторжение, то ли динозавров, то ли нашли яйца, и, в общем, там, значит, какая-то паника была, и какая-то женщина написала, то ли не в Чечне было, что, значит, должны напасть динозавры, она испугалась, значит, подпадала жалобу, что не пугайте. Так, потом, что еще было? Нет, на земле Францисов вам каменные шары, а не окаменевшие шары. Каменные? Нет, ну почему? А почему? В условиях биогенных. Это во многих местах есть. Это есть, по-моему, и там на юге этого самого Красноярского края. Есть, есть много где есть. Это много где есть. Это есть, по-моему, и Самарской, что-то сейчас я не очень вспомнил. Самарской, и Угоградской есть. Коста-Рики есть. Коста-Рики, они искусственные, вырубленные. Вырубленные. Так, и вы еще сказали, что... Потомский кратер. Потомский кратер, абсолютно естественный объект. Это пробой. Это доказано. Там были исследования. Вот Серега, десантник Миронов наш, проводил конференцию в Ашгорном институте. Я там присутствовал. Там измерили эти самые содержания. Просто такой вот вполне материалистический такой пробой. А Нюйский немножко напоминает, кстати. Пробой чего? Как теперь литовая трубка? Ну, по сути, такой единичный, да, маленький. Ну, отдаленно. Там по-моему, 300 метров толщина. Ну, маленький я условно. Мир литовая трубка не знаю. Ходили там слухи, что там... А что там еще называлось-то? Пирамиды в Антарктиде. Пирамиды в Антарктиде? Пирамиды не строил бы. Про это я могу сказать, что там за пирамиды такие. Да, давайте. Значит, позиции геологии. Позиции геологии. Значит, одна из пирамид, которую ты сам показываю часто на съемках в Антарктиде, это просто гора пирамидальной формы в массиве Винсон. Причем пирамидально она выглядит только с одной стороны, очень эффектно. И все съемки только с одной стороны. А с других трех ее не снимают, потому что там видно, что это просто гора, это самое естественное. Значит, ну, собственно говоря, и все. Потому что еще одну пирамиду показывали, которая якобы это самое и есть. Но она была изображена на сам краю ледового поля. То есть там, где вообще нету геологии. Там только одна глициология, там один лед. И вот это ледовое поле, оно каждый год обламывается и уплывает в виде айсбергов. То есть, если эта пирамида там действительно стоит вот так вот, как ее изобразили на снимке, то где-то через год ее уже не будет. Она отломается и вместе с айсбергом плывет. И пирамида это, естественно, ледяная. В лучшем случае, если это природное образование. А в худшем случае, это просто фотошоп. Потому что, ну, подправили немножко это самое. Почему шарам в Коста-Рике отдано дань, что они искусственные, а на земле францового запрещено лицам? А потому что шары в Коста-Рике это самое, нашли даже место, где их изготавливают. В местных горах нашли каменоломни, где вот выламывались глыбы, где их обрабатывались при помощи огня. Сначала разводились костры, на них это самое. Потом они обрабатывались сначала грубо камнями, потом каменными рубилами обрабатывались, затем их в виде заготовки такой вот катили через джунгли. И потом уже на месте дополировали, дошлифовывали. Конечно, что обнаружена та территория лучше исследована и дьюб больше исследований. Просто шары в Коста-Рике, как говорится, там следы ручной обработки совершенно несомненно. Шары, которые на островах Франции Иосифа, это, грубо говоря, геологические отдельности. Там не нужно по следы обработки даже искать, то есть ее физически нет. гигантским существом и окаменевшим. Ну да, реально. Закаменело так удачно, что... Есть меньшего размера дискообразные объекты на Северном Кавказе тоже? Ну не знаю, я думаю, что все-таки... И тут фотографии этих объектов, но это типичные отдельности геологические, тут даже вопросов нет. Абсолютно нет. Более того, совсем недавно ко мне обратили журналисты из газеты Кузбасс в Кемерово. Да, Кемерово. В подобных находах только с меньшей правильностью, где видно какие-то вот неровности, шероховатости, значит, купол-то, сам сказать, якобы не в центре, а где-то сбоку. В общем, видно, что это естественное образование. И сказал, что просто вам повезло найти хорошую, симметричную вот такую штуку. А есть целая куча штук несимметричных, и их человек находит, и у него даже в голову мысль не приходит. Вот удивляет симметричный, когда находит. Удивляет симметричный. Под Майкопом в прошлом году мне прислали фотографию. Чуть-чуть поменьше, чем Волгоградская. Но форма такая же. Под Майкопом там из лесникового и отложения раннего мела там ничего особенного. Ну, тоже точно такой же, чуть-чуть поменьше, чем Волгоградская. Ну, я думаю, что это естественное образование. Ну, да, я тоже так думаю. Значит, получается так, что если какие-то артефакты были связаны с посещением, то найти их мы не можем. Они все разрушают. Вероятность, да, любых объектов, вот я вам говорю, вероятность мала, но она не нулевая. Если представить, если там были миллионы посещения, то это вероятность... Из одного одна останется. Ну, вот этот вот. Реально там из 10 миллионов кармаров, вот этих белемнитов, да, сохранился один. Это сохранился, не к нам попал. Это уж совсем другие сад нам миллиарды. А за счет чего это статистика? Статистика высчитывается? Таблицы какие-то есть? Нет, что значит статистика? У нас есть там, допустим, поздняя юра, да, сохраняется там слой 30 тысяч лет. Из них там части, ну, естественно, часть теряется еще, тогда часть разламывается, часть... Вот вам и соотношение. Вот. Это частью из вообще сохранения пород, которых она находится. Частью из уничтожения там сразу. Тут несколько, несколько факторов. Частью из последующей, метаболифизации, да. Ну, и главное, еще последующий разрыв уже там. Все нормально, сохранились. Разрывы. Ну, я отрицаю, господа, вот находки там мягких тканей, моложе там 20, ну, старше, точнее там, значит, 20-30 там или 100 тысяч лет, я находки вот нормальных мягких тканей, какого-то, так сказать, у мамонтов, я не воспринимаю эти сообщения. Такого быть не может. Потому что, значит, мягкие ткани не сохраняются. Ну, конечно, могут замещаться какие-то запредельные случаи, они отмечены. Замещение, но это не сохранение. А когда море отступило вот в районе Пабнерских гор, тогда? Ой, понимаете, что значит отступило? Там же было складкообразование. Африка с Индией давили, и они убегаются. Тут немножко беспримерно о чем речь. О чем речь? Потому что там был Тетис, там был Тетис, значит, соответственно, Индия своим углом этим передним туда надавила в том числе, да, а до этого там было море. Да, еще другой стороны может смотреть, что смещалось там именно вот на этом месте. Когда не появились возраст этих гор? Возраст, это значит примерно приблизительно начало неогена, то есть это порядка там, бог знает, от силы 20, наверное, по-моему, где-то так, миллионов лет. Ну, не раньше, скорее даже позже такие уже начало образования, то есть столкновение Индии, это уже в Кайназойской Эре произошло, столкновение Индии с Евразией и, соответственно, воздымание там Гималая, Тибет. Вот вам осьминогу почти 20 миллионов лет. Вы понимаете, вы можете отрицать, я своим глазам и рукам верю. Нет, вы мне еще раз скажите, хорошо, давайте, давайте, что было там? Тушка осьминога, ну-ка, мумифицированная, твердая. Наверное, не мумифицированная, а хаменевшая. Нет, ну не может быть мумифицированная 100 миллионов лет, это не может быть хаменевшим. 100 миллионов, вы же сейчас сами сказали, 20 миллионов лет. Ну 20, ну какая разница, 100-120 тут в роли, в данном случае не играет, если мягкая ткань сгнивает сразу. Я вот помру, извините, сразу погню. А люди тоже, кстати, не всегда гниют, когда в болото попадают, там еще что-то. Ну хорошо, но 100 миллионов лет у него нет шансов, в болоте хоть переболоть. За 100 миллионов лет в болото. Почему, почему микс класс-то и на дыбы, ну стал, что в горах, в пещерке, это давано... не надо давать такие вещи классу. Вот от классов надо всегда беречь такие вещи. А помнили щупальца? Ну не надо ломать щупальца. Надо фотографировать, привезти ученым, и они посмотрят. Ну это собственность преподавательницы. Ну собственность, собственность, значит, ну что делать? Есть собственность. Пропала, для науки пропала. Я тоже слышал про целую кучу находок, которые для науки пропали. Про них даже заикаться не буду, потому что нечего показать. Нечего показать. Есть тут рассказ. Я вот однажды тоже снежный человек увидел, поближе подошел, вот реально, поближе подошел, ну почудилось просто. А вот видел, был убежден, ну просто вот вижу там метров 300, в Забайкалье я когда был, значит, в этом самом, значит, на Воле, на Судалеке. Тоже почудилось. Но вот тогда я был абсолютно уверен такой вот светло-коричневый, такого позитивно-коричневого цвета, значит, где-то метр с чем-то вот у скалы. Там было просто, ну почудилось. Я глаз не спускал с него, побежал. Ну соответствующие выражения делал русские по отсутствию. По поводу отсутствия видео, значит, естественно. которую я воспринести не могу. Ну просто показалось, ну показалось. И чем это оказалось? Ничего. Ну просто расселена вертикальная, там тени как-то. Ну видел я, понимаете, жутко какая, да? Я ни во что не верю, смотрю, этот самый, я у меня, значит, а что? Ну побежал, естественно, к нему, я жутко сказал, ну что, надо выяснить, ничего нет, ну я ругаюсь, там, вот, никого нет. Мы немножко, наверное, растерялись с шефом, ну вдвоем шли, поднимались от реки вверх, там, брали образцы. Ну надо признавать хотя бы ограниченность метода и восприятие в этом методе. Хорошо. Ну если есть факты, то они есть, если их нет, но... известных месторождений ископаемых позвоночных, даже я думаю, что меньше, одно, на всем земном шаре, меньше там порядок, одно примерно на 100 тысяч лет для этого возраста. Одно на 100 тысяч лет. То есть вероятность нахождения хотя бы одной-двух весомого свидетельства, сохранившегося, а какие могут быть сохранившиеся свидетельства? Ничтожная часть, вот из... Что это сохранится? Ну ничтожная часть на таких весомых временах, десятки миллионов лет это человечество сохранится. Так? Вот. Вероятность достаточно ничтожная. Скорее всего, мы вообще ничего не обнаружим, потому что время существования, если оно небольшое, там тысяча, 10 тысяч лет, оно настолько ничтожно, что просто оно не попадет в сохранившиеся, вот, значит, соответственно, слои. И большая часть будет существовать и ничтожная сразу со временем уменьшаться. Вот, допустим, человечество, да? Я думаю, что... Ну, тоже немножко думал, это просто интересный вопрос, за редчайшим каким-то исключением, даже не один процент, а намного меньше, вот такого, такого, значит, разряда, то есть, то есть, порядка времени, ничтожная. То есть, пройдет, допустим, ну не 10-15, там, может, побольше будет, там, порядка 50-80-100 миллионов лет, ничего от нас не останется. Ну, может быть, какие-то исключительные вещи, где не поднимаются, допустим, какие-то туннели в граните, да, ну полости, ну полость в граните, что, откуда взялась, да? Ну, есть и есть, да? Ну, что-то такое исключительное, что вот, какое-то совпадение, да? А вот каменные блоки, как бы, объеки, допустим, они же сохраняются, у меня, в лес? Сохраняются, но, так сказать, вопрос об их происхождении, я думаю, что это естественно, так сказать, может быть, если какие-то аналогичные, мы такого возраста, там, миллионы лет обнаружим. Потому что масса, масса таких вот, именно геологических отдельностей, абсолютно естественных, да? Возьмем вулканический типород, вертикальный, да? Чисто, абсолютно естественные вулканические отдельности. Часто принимают, мне даже пишут, вот, там, значит, это такие строения, значит, колонны, особенно вот на севере-британских островах, там много вулканических этажей, там, Девонский возраст, вот такие вот правильные пятиугольники, все постоянно, берег там. Вулканические породы, правильно? Да. Вопросы, может быть, настолько древние, что уже просто будут неправильные, как, допустим, парк, ну, я не знаю, там граниты выходят, это, значит, все равно с больших глубин, Скандинавия, это поднимается, это... Если граниты, ну, возраст гранитов, это там где-то от, я думаю, что от полутора миллиардов лет, полтора, два, до трех, может быть, не больше, ну, тут трудно сказать точно, ну, граниты, это же интрузивные породы, они были на глубине некоторых сотни метров, а потом, если эти донудации, все над ними размыло, да, они уже на поверхности, поэтому, это результат просто поднятия, значит, и размыва выше лежащих породов, иначе, иначе, тут нет вариантов. А вот, простите, вот тут, так сказать, сказали, что наука, может быть, пара, ну, скажем, свет, то есть наука, только как наука, то есть определение науки, есть наука, а если это наука, которая постепенно развивается, в него входят еще некоторые котелы, например, существуют такие социальные процессы, сложные, кооперация, социальное партнерство, они имеют отношение тоже к науке, то есть это научные методы познания, но они новые, то есть наука расширяет горизонт, поэтому, не в название дело, можно назвать план наукой, то есть, вы против этого? Я не очень понимаю, о чем речь, поэтому, я не могу быть против, да. Критерии научные, они расширяются. Да, нету догматики застыщей. Да нету догматики. Ну, надо поддерживаться научного метода, если есть доказательства явления, значит, оно доказано, если нет, ну, извините, пока, пока не доказано, нету догматики застыщения инопланетянами, ну, пока не в настоящее время, нету, значит, нету догматики. Это зависит от того, это, сам сказать, что называют доказательства. Для кого-то, для кого-то, это, что считают доказательства. Кому-то, это, надо обязательно тушку гуманоида, конечно, вот тушку, да. А кому-то, достаточно, как ревнично увидеть, как-то поздороваться с ним. Вы не пробивай, вы не сможете. Да. Для кого-то доказательств нету. Вы говорите, планета там найдена, вот она найдена, только вот отклонение, как бы там, световый фильтр, но вы же их не видели, ваше нет доказательств, а у вас нет, пускай это есть планета. Но вы почему-то верите, что она есть? Нет, что значит верю? Нет, 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 я не верю, нет, 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 я не верю, это действительно фактические данные, которые свидетельствуют о том, что планета, пускай и косвенная. Фотографии нет, покажите мне фотографии снежного человека, по вашему судину, если он... Лев, даже с позиции... Лучше поймать его все-таки. Лев, даже с позиции нашей стандартной науки, даже с позиции нашей стандартной науки всеобщей, как ее вот назвать, стандартной, я не... Ну, официально. Даже вы, наверное, знаете, что пересматриваются даже такие незыблемые позиции догматические, как теория Эйнштейна... Только для этого доказательства нужны очень солидные. Да, очень солидные доказательства все-таки, действительно. Ну, я... Как говорил Канн Сагас, в свое время, экстраординарное заявление требует экстраординарных доказательств. Если человек говорит, что теория Эйнштейна не верна, то, собственно, это надо очень сильно постараться. Нет, в науке все может быть. Все может быть. Возьмите прошлогоднее, два года назад, когда это было обсуждение колоссальное, интереснейшее обсуждение, то ли сфера Дейсона у планеты, что там Михаил в результате выяснилось? Что-то затихло, не рассматриваю. Затихло, потому что ждут новых данных, собственно говоря. Нет, а реально не опроверглись? Реально не опроверглись, реально что-то затмевает, то есть, звезду, причем с острым краем, то есть, а что это? Так может, сфера Дейсона действительно... Сфера Дейсона, протопланетный диск, то есть, какие-то другие тела нам неизвестны, черт его знает. Тут нужны, то есть, дополнительные исследования и так далее. А сейчас только гадать можно. Вот что. Вот что-то и есть. Действительно, то есть, что-то с острым краем, cutting edge, то есть, буквально дословный перевод, режущая кромка, заслоняет звезду, Ну, ну, что это? Да, аномальная, значит... Аномальная, да, что такое, не может понять... Вот, вот, пожалуйста, факт. Так, еще, пожалуйста, вопрос. Вот такое продолжение. Продолжение. А вы слышали, как вы слышите Саченко Михаила Янчинова? Нет, не слышал. Вот они утверждают, что Тюренштейна, то есть, они ее перевернули с головы на ноги, как они говорят. Не знаю, я не физик, я, может быть, лирик, скорее. Вот, не слышал. Мне просто любопытно такая вот точка зрения. Был доклад в Академии наук, кстати, не просто так. И так, они сказали, что, ребята, если вы докажете наш опроверный, мы дадим вам сто тысяч долларов. Они сказали, да, они сказали, вот докладчик, сам прошел. А у них есть-то тысячи? У них есть, вот башня времени, облегчение у них есть. А, этот самый, который, как его, ой, самый, вы знаете, о чем. Который против Александра, ой, как его, шарлатан-то. Ну, очень важно. Ну, короче, вот такая тема, что Тюренштейна, собственно, объяснение, вот, оно логично, в том смысле, что Тюренштейна много о чем объясняет. Теория Тюренштейна их не претендует, то самое, на всеобщество. Не, я думаю, что с нашими последними блестящими изменениями у нас арийская физика тоже войдет в дело, так что тут у нас еще много о чем дело, то самое. Любители лженауки, они, как правило, замахиваются на великие вещи, чтобы как можно громче прокукаретать. Теория Тюрена, теория эволюции, вот, как говорится, на самой основе замахиваются. Но Коперник замахнулся на теорию этого, как в Аристоте, или Патолемея, и оказался же прав. Так, конкретный вопрос еще есть, пожалуйста, выступление. Да, у меня короткие вопросы. Получается так, вот, возвращаясь к началу нашего темы, что поиски артефактов, которые можно трактовать, как неземное происхождение на Земле, мало шансов. А вот Луна, Марс, другие тела, где не так. А там накапливаются лучи. Были такие работы, Шансы есть. Шансы есть, но фактов нет. Есть факты. Не будем этот вопрос целовать эту тему, но факты есть. Там может быть лучи сохранность. Факты есть, только интерпретация раздвижается немножко. Да, интерпретация разная. А второй вопрос, который, ну, вот, как бы, я гадаю над ним голову, давно уже, теория под спермией, она очень интересная. Ой, можно, извините, я на первое отвечу. Господа, тоже я начинал работать на статье, правда, маловато материала, несколько лет назад, а была обнаружена, позднее чуть-чуть это вот как-то прикрыли, реальная, была опубликована в National Geophysics, или где-то там была опубликована, аномалия, очень интересная, такая изотопная аномалия, глобальная, на Марсе. Вот там немножко надо разобраться, я не очень готов сейчас подробно даже объяснить, но что-то такое было очень, и один там, значит, одаренный тоже геофизик объяснил, вот это, так сказать, войной цивилизации, двух марсианских ядерными, значит, обменом ядерными ударами, значит, уже в какой-то, значит, прошлое геологическое, но, по крайней мере, что-то, что-то такое было. А не проще ли импортными событиями объяснить ведьмару? Нет, изотопия, по изотопии именно такой радиогенной, нет, нет, там что-то такое, вроде бы что-то было изотопия. Но тогда что, какой-то толчок должен быть? Ну вот в книгах, в исследованиях Панова, тоже он такой немножко спорный человек, по его материалам, я вот эти вот, вначале передал вот эти журналы, да, я делал, то есть он считает, что волны таких вот эволюционных скачков распространяются, я привязываю его выражение, по галактике, переход на новый уровень, еще до биогенная сначала эволюция, потом биогенная, первые шаги, и вот соответственно так Земля достигла уже готова, пускай очень примитивная, значит, Возможно это закономерности развития Вселенной, материи, которую вопрос еще не знаю. Да, да, Вот вы не слышали, ну космос, кстати, это шатер полу-восточный, космос, ну вот, чисто демологический, а вот понятие мироздания, то есть существует, вот такая информация подскочила, просто я не могу ни у кого-то узнать, 64 мироздания, а мы вновь формирующимся, нет, или 64 мироздания, что такое слышали? Нет, вы знаете, я как-то не слышал. Это к магическому познанию. Это к магическому познанию. Нет, вот этим я не занимаюсь, нет, это не пределы моих интересов, к сожалению. Магическое познание мира, оно, конечно, увлекательная штука, но слишком далеко можно завести. Да. Ну, она точно ведет, к творцу, к Богу. Так, есть еще вопросы, господа, можно перейти уже к такому частному общению и посмотреть вот мои ископаемые и журналы. Спасибо вам. И вообще было. Большое спасибо. Послушать диалоги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!